Петр Порошенко рассказал о госизмене Януковича. Президент, как и обещал, выступил в качестве свидетеля на судебном процессе. Сделал это не лично, а по видеосвязи из-за плотного рабочего графика. На вопросы защиты и обвинения отвечал около часа. О чем спрашивали и какие ответы прозвучали, слушала Ольга Теребинская. У Абалонского суда с утра толпа людей. Сегодня здесь по делу о госизмене Виктора Януковича должны допросить президента Украины Петра Порошенко. Везде металлические рамки, а здание цеплено правоохранителями. Но процесс начинается с ходатайства прокуроров. Разрешить со свидетелем видеосвязь. Президент Украины и главы государства. Есть ряд официальных действий, которые в частности, в частности, планируются. И эти значения имеют вообще государственное значение для нашей страны. Именно поэтому стороной обвинения плотнее продвигает в режиме видеоконференции. И хоть адвокаты с такой просьбой категорически не согласны, судьи видеодопросы разрешают. В зал приглашают первого свидетеля, Владимира Ельченко. Несмотря на то, что во время начала обострения ситуации в Крыму он был послом Украины в России, о происходящем на полуострове узнавал в основном из СМИ. Официальная Москва на его запросы не отвечала. Зазовы массовой информации нам стало известно, что примерно 27 лютого 2016 года начали появляться військовые российские в Крыму. Что правда, российская сторона все это спростовала. На мою думку, и это подтвердивали и новины, и даже массовой информации, отбывалися предисликации родственных сил российских в территории России и на территории Крыма. Я думаю, что уже на тот час их там было, ну, что-то меньше родственных, тысяч 10. То есть, отбывалися, ну, это был фактически начаток агрессии российской, которая закончилась аннексией в Крыму. Спустя полтора часа допрос Ельченко закончился. И прежде чем приступить к видеосвязи с президентом, прокуроры просят показать видео о визите Порошенко в Крым в феврале 2014-го. Мы должны сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. В два часа дня на связь выходит Петр Порошенко. Прокуроры начинают с вопросов о целях его поездки в Крым в 2014-м. Он объясняет, будучи нардепом, поехал туда по собственной инициативе и по поручению тогдашнего и обрезидента Александра Турчинова. Цель – урегулировать политическую ситуацию. Рассказывает, этому визиту всячески мешали провокаторы. И добавил, что тогда зеленых человечков на полуострове видел лично. Рассказывает, что военнослужащие в зеленой форме, военнослужащие в СССР, как из склада Чорноморского флота, так и из регулярных сил, которые были перетянуты в эти дни, начиная с 20-го лютого, на территории Украины. Рассказывает, что не разумеется в Крым в Крым, через соответствующие аэропорты и порты Украины. без договора украинской державы, без соответствующих процедур, что может квалификовать себя как агрессия и незаконная аннексия суверентной независимой территории России. Серьезно, что Симферополь в Крыму виделся высказан на вашем ночи. Были вопросы и о незаконном референдуме в Крыму 16 марта. Незважаючи на то, что Крыму не имела повноважений о оголошении так называемого референдума, никакого оголошения не произошло. Манипуляции с датами, с начала 25 марта, отчим 16 марта, свидетельствовали о невпевненность, успешность, незаконность действий российской власти, которая в такой способ пыталась легитимизировать действия российской федерации. Но свой допрос адвокаты начали с выяснения, почему президент не приехал в суд, на что Порошенко рассказал о своем графике, чтобы перейти к вопросам по делу. Но они практически не прозвучали. Спустя десяток отклоненных вопросов защиты судья прерывает допрос Порошенко. Но и с этим решением суда адвокаты не согласны, так как графика вызова свидетелей у них пока нет. Ольга Теребинская, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер.